Депутаты законодательного собрания Матвей Володарский и Андрей Седов встретились с губернатором Сергеем Морозовым. Цель разговора – насущные вопросы ульяновцев. Давайте соберем максимальное количество вопросов, жестких вопросов, может быть даже излишних эмоционально жестких вопросов к губернатору и к исполнительной власти, для того, чтобы их проанализировать и постараться в рамках отчета ответить на них. Первым слово взял Седов. Народный избранник донес беспокойство жителей Нижней террасы по поводу больничного комплекса. Согласно экспертизе, здание, где сейчас находится дневной стационар, давно изжило себя. Временно его хотят перенести в женскую консультацию, что на улице Почтовой, а на месте старого комплекса построят новую больницу и поликлинику. Однако, не все так просто. Беда вся в том, что здание, куда хотят перевезти по улице Почтовой, это медицинское учреждение, я там лично был, смотрел, там оно тоже не соответствует всем нормам. И беда еще в том, что до сих пор проектно-смертной документации нет. Мы просто по опыту знаем, если нет проектно-смертной документации, то этот процесс очень долгий. Говорил Седов из-за населения Старомайинского района. В самой Старомайине есть садик «Солнышко» и в селе Новиковка средняя школа. Дело в том, что там вне бюджетные вложения уже были в данную школу и 50% окон заменены там и там. Вот я просил Сергея Ивановича, чтобы найти необходимые суммы, чтобы уже из бюджета доделать эти два учреждения. Матвей Володарский в свою очередь предложил основательно взяться за подбор министров. Будущие руководители отрасли, по его мнению, должны проходить контроль через депутатов ЗСО. Я просто предложил, чтобы перед назначением этих чиновников пропускали через консультацию в законодательном собрании. Губернатор сказал, что над этим вопросом они поработают, в какой форме это будет пока еще не ясно. Но в целом идею одобрил, что надо максимальные контроли, максимальные перед назначением. В очередной раз Володарский заострил внимание на проблемах мусорной реформы, в частности на высоких тарифах и объемах. Мы обратились в ФАС от комитета по поводу этих тарифов и объемов, да, не согласны. Ну и будем в целом добиваться того, чтобы все-таки вот эта реформа проходила не через, скажем так, да, обзирание, не через грабеж населения. Губернатор опять же поставил этот вопрос на контроль и надеемся, что результаты будут. В один голос депутаты просили обратить внимание на недочеты в работе по газификации сел. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин